Привет! Всего полтора месяца прошло с начала нового учебного года и как-то, согласись, уже немного поднадоело учиться. Да еще и домашние задания. Кстати, об этом. Сегодня я поделюсь с вами несколькими советами по выполнению ДЗ, которые значительно или незначительно упростят ваш быт. Не будем тянуть, начнем! Способ 1. Выполните домаху еще в школе. Выбирайте время на уроки или между уроками и вперед! Зачастую на переменах бывает настолько скучно, что только и ждешь начала занятий. А так вы сможете и увлечь себя, и дома подольше отдохнуть. Способ 2. Начните выполнение упражнений с начала основных предметов, типа русский язык и математика, или самых сложных, на ваш взгляд. Дальше, поверьте, будет куда легче. Третий способ. Постарайтесь выполнить все сразу, на несколько дней вперед, а там будет видно. Способ 4. Похож на предыдущий, но только здесь вам нужно создать некий график выполнения ДЗ. Например, имея математику послезавтра, сделайте ее сейчас, то есть за два дня до урока. Лично я в последнее время практикую этот метод. Пятый способ. Почаще отлучайтесь на различные мероприятия. Соревнования, квесты, собрания. Таким образом, вы не только пропустите уроки, но и предотвратите выполнение лишнего ДЗ, если вам, к примеру, его задали на день отлучки. Ну вот и все. Как таковых других способов я не нашел. Да и существуют ли они? Надеюсь, вам понравилось видео. В таком случае поддержите его положительной оценкой и подпишитесь на канал. Спасибо, пока!